Памяти много не бывает, а исторические знания помогают нам осмыслить ход истории, причины многих событий и, конечно, обновить знания, потому что все знать невозможно. Каждый год открываю для себя интересные вопросы, которые потом дополнительно изучаю. В каждом районе города Абакана можно найти площадку практически рядом с домом и написать диктант победы. Это важно и для страны, и для ребят, и для молодого поколения. Это важно для меня. Это, прежде всего, для меня дань памяти моему старшему поколению моей семьи, моим бабушкам и дедушкам, которые сражались в Великой Отечественной войне и защищали нашу страну от фашизма. Сейчас мы защищаемся от современного фашизма, проводим специальную военную операцию. Я вот недавно туда вернулся, там сейчас продолжают сражаться мои боевые товарищи. Ну и вообще, всегда люблю приходить в школу, и, в общем, экзамены – это волнительно, неважно, сколько тебе лет. Вспомнить о подвигах наших гнидов и наших предков. И, ну, для меня, для мужчины это очень важный и такой значимый момент, значимое событие. Потому что я пока занимался написанием диктанта, вспомнил многие даты, фамилии, которые несут за каждой фамилией, за каждой датой есть события. И они мощные события, и они грандиозные события. Главное, все-таки, не то, что написать диктант победы на отлично, а просто посмотреть, может быть, действительно чего-то не знаем. И вот сегодня, это третий мой опыт написания диктанта победы, до этого как-то все получалось очень неплохо, там, в районе 90% всегда я отвечал. Но сегодня, как мне кажется, ну, пониже будет процент, очень непростые вопросы, то есть какие-то, которые, даже вот заканчивая исторический факультет, вот так не вспомнишь внезапно. Но, безусловно, это стоит того, чтобы написать, посмотреть, в какой области твои знания похожи, ну, и восполнить их. Конечно, скажу честно, самый сложный вопрос, это из области искусства. Ну, потому что ты готовишься как-то к историческим вопросам, а когда достаются такие, вот, зовите живописца, который писал полотно Великой Отечественной войне, здесь, конечно, становится уже сложновато.